Всем привет! Вы на канале Строй Гарантанапа. Рады приветствовать вас. Мы не случайно с шариками, не с подарками, потому что у нас сегодня сдача дома, сдача интересная, с лучшими пожеланиями. Мы идем в гости посмотреть на дом и узнать, почему именно жемчужина, почему именно цыбанабалка, почему Строй Гарантанапа. И не в тот. Главное, что камера туда пошла. Наталья, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Это ваши ключи от вашего дома. Ой, сколько много. Много, да. Ваших друзей будет много, когда они переехали, вдруг пригодятся. Для настроения праздничные шарики. Спасибо. Праздничные наши фирменные. И здесь сертификаты, брендовые подарочки. В общем, это так, чтобы запомнился день. Первый вопрос. А почему именно цыбанабалка, почему жемчужина, чем предминутся, какие-то рекомендации, вот почему? Ну, мы здесь каждый год отдыхали, просто в Анапе. И решили, что мы хотим здесь жить. И хотели домик у моря. Дети, чтобы приезжали. Всегда было солнечное настроение. Ну, и просто нам здесь очень нравится. Насколько мне известно, дом уже давно вы купили. Где-то около двух лет строился потихонечку. Всего отслеживали там строительство. Не торопились, да. Вот. Ну, потому что мы еще, как говорится, работаем, муж военнослужащий. Поэтому, ну, еще годик-два, и мы хотим сюда перебираться. А то, что постепенно? Постепенно, да. По чуть-чуть. Ну, как говорится, это выгодное вложение в нашу жизнь. Ну, показывайте дом. Интересно посмотреть. Несмотря на то, что мы там уже были на обзоре. Какой ключ? Куда? Маленький, от калитки. Какой? Самый вот такой вот. Это калитка. А, я вам помогу. Давай. На правах мужчина. Большой дом, напомните, сколько у вас квадратных метров? 106. 106 квадратных. Немноговато для двоих или все-таки? Ну, у нас трое детей. Все мальчики. У каждого будет, надеюсь, своя семья. Ну, у старшего уже своя семья. Внук у нас есть. Они будут приезжать к нам. А не смущает, что дома все одинаковые? Здесь штукатурка, соседняя улица, кирпич. Просто она часто задает вопросы, что вот все типовые, все одинаковые. Вот ваше мнение? Ну, вообще смотрится очень со стороны. Все красиво, эстетично, в одном стиле. Поэтому как-то мне нравится. Вот с подвальным помещением это ваша была идея или компания предложила? Какие планы на него? Нет, нет, это наша была идея. Чтобы на территории не делать никакого там подсобного помещения для хранения. Там инструментов или что-то такое. Ну, хочется вот погребок, чтобы там даже те же заготовки какие-то хранились. Чтобы ничего такого лишнего на территории не было. Оптимизация получается, да? Когда строили, нам же сказали, что можете обращаться к вам. И навес делают, и веранду. Ну, в будущем. Рассматриваете, да? В будущем мы хотим построить здесь красивую веранду для отдыха на природе. Класс, у вас так все уже прям чуть-чуть пополнить, конспланировать. Это же потому, что вынашивалась идея своего домика, уже как-то свое видение, то, что хочется. Актуально будет, а мы находимся на против вашего земельного участка. Что будет здесь, какие планы, какие перспективы? Ну, так как у нас внук, будут приезжать дети, это обязательно бассейн должен быть для детей. Детская какая-то зона отдыха. И небольшой такой садик для души. Я уже вашим другом встану, приеду, как вы уже здесь к вам в гости. Касаемо отделки, вот внутренней, давайте поговорим. Я-то как хозяин, дверь открываю, спасибо, что позволяете. Так, все, для этой ноти торжественно я вам передаю ключи, потому что все двери получились быстренько открыть. А вот отделка, вот посмотрите, все ли в порядке, потому что я знаю, что вы еще тут не были. Ну, уже какое-то все равно было видение, что я хочу внутри, какую отделку. И я уже, как говорится, на свой цвет и характер выбирала то, что мне понравилось из приложенного материала. Поэтому вот то, что получилось. Вообще, были ли какие-либо страхи, волнения, опасения? Потому что люди всегда переживают, все-таки мы с суммами большими там располагаем, миллионами, да? Что смущало? При строительстве мы определились, что это будет у нас ипотека. Мы в ипотеку брали средства. Что у нас, как говорится, договор был. Если какие-то у нас были нюансы, мы всегда заключали соглашение по всем этим. И, в принципе, то, что нам идет навстречу компания, и все наши страхи и риски, как говорится, нас понимают, у меня не было никаких сомнений, что меня кинут или там что-то такое не так сделают. Ну, и во-вторых, я на ютубе смотрела ваши вот эти проекты, и люди, как высказывались, поэтому никаких сомнений. То есть все-таки вот интернет, подготовка к выбору дома дает свои плоды? Конечно. То есть подспорье, что вот здесь можно приехать и посмотреть? Да, да, и отзывы людей о стадии строительства, о уже переехавших людях. Ну, что, какое-то доверие было. Отлично. Ну, еще раз мои искренние поздравления. Вот, обживайтесь, как обживетесь. Мы обязательно к вам придем. Семьи детям от нас, от СГА, Строй Гарантанапа, огромнейший привет. Мы рады, что вы здесь, что вы с нами. И вам спасибо. Я с вами прощаюсь. Можно я вас поцелую? Можно? Все. Спасибо. Все, до свидания, до новых встреч. До свидания. Очень приятно, хочу лично от себя сказать и обидеть лица чистых людей, которые заходят в свой дом, которые ждали, которые строили, которые на их глазах рос, можно сказать, каждый день. Вот такой вот дом, дорогие друзья. Есть еще дома свободной продажи. В жилом комплексе Жемчужина это поселок Себенобалка. Так что звоните по телефону горячей линии, чтобы узнать, сколько на данный момент осталось свободных земельных участков, где можно, кстати, построить дом по индивидуальному проекту. Ну, или выбрать те проекты, которые есть у нас. Ставьте лайки, пишите комментарии, они нам очень важны. Ну, а пока это все. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok